Пока сижу, занимаюсь своими делами, решила быстренько рассказать вам про такую программу Housing Comfortable. Многие даже, наверное, не знают, что есть такие разные программы в городах. Здесь не районы в Америке, а города. То есть, если в нашем понимании, там ты живешь рядом с большим городом, вокруг какие-то области, районы, да, здесь это просто отдельные маленькие городки. И в каждом городе, в каждом районе есть вот такие программы. Они могут по-разному плюс-минус называться. В нашем городе тоже есть такая программа. И пять достаточно новых, хороших, люксовых билдингов участвуют в этой программе. То есть, государство их финансирует и дает более доступные цены для населения, чтобы каждый мог позволить себе жить в комфортном, хорошем жилье. При этом, если у него не сильно большой заработок, да, там есть разные критерии, то он может податься, да, и пройти. Но ситуация получается в следующем, что часто билдинги замалчивают, либо недобросовестно исполняют свои обязательства, да, на них нужно жаловаться, там, клейму подавать и так далее. Я понимаю, что мне каждый хочет этим заниматься. Я тоже не хочу этим заниматься. Ну, мы ездили в несколько таких организаций и хотели попробовать. Я надеюсь, не сильно слышно. Раздувают мусор у нас. Вот. В общем, в один билдинг мы приехали, и они сказали очень... Пока мы не спросили, во-первых, про программу нам не сказали, что нарушением является. Дальше, когда мы спрашивали про программу, они утаили. У них есть, короче, такая программа, то есть ты платишь либо 100%, либо 120, если ты сильно богат. Интересно, кто-то платит 120? Либо 80%. Вот. И нам озвучили 100% оплату как 80, то есть, ну, заведомый обман. Первоначально они, конечно, повысили цены, то есть там с 3,5% они просто подняли почти до 4, там 3,800. Это стало типа 100%, но на самом деле это 120. 3,200 они выдали нам как за 80%, хотя это 100%. Просто у нас живут ребята в этом билдинге, и они знают про это. Вот. То есть 80% якобы нет. Хотя я думаю, что все квартиры они могут сдать под 80, потому что они получают финансирование, и это касается всех квартир. Ну, не знаю. Окей. Нас, конечно, цена 3,200 не устроила совершенно, то есть, представьте, за 2 бетрум 3,200 в месяц. Калифорния очень дорожает, просто какие-то сумасшедшие деньги. То есть мы сейчас живем в таунхаусе, и мы платим чуть-чуть побольше, совсем немножко. То есть опережать в квартиру в худшие условия, и якобы будет скидка эта такая. Ну, сегодня тебе в этом году дадут, например, эту скидку, а в следующем году ты слетишь там по доходу, и будешь платить 4 тысячи, а то и больше, да, уже. То есть это уже совсем невыгодная история. В другой билдинге мы ездили, там более-менее билдинг добросовестный, но, опять же, потому что люди подавали клейм, и я думаю, из-за этого они просто боятся нарушать. Вот, и там, конечно, поинтереснее история, но у них есть даже 50%. Я знаю людей, которые реально платят 50%. И это суперкруто, потому что ты, типа, платишь там около полторы тысячи за жилье в хорошем, где аменитис, вот эти вот дополнительные территории, очень классные. То есть там прям есть и бассейн хороший, и всякие барбекюшки, и всё это убирается, чистится, всё очень в хорошем состоянии, вот. Но чтобы выбить 50%, человеку пришлось, там, бороться с ними почти год, и то до сих пор они в судебных процессиях разных находятся. Вот, я понимаю, что не каждый на это пойдёт. Я тоже на это не пойду, потому что я не имею юридического образования, да. Да, у меня экономическое образование, в принципе, я очень много хорошо понимаю в бумажках и так далее, потому что я бухгалтером больше 10 лет проработала, но именно идти и доказать, да. То есть мне даже языка элементарно не хватает для таких манипуляций. Кроме того, это очень много нужно нервов, потому что это всё нервно, напряжённо, всё затянуто долго. Опять же, в суде ты можешь сам выступать, если ты что-то мыслишь в законодательстве, да. Потому что суды, они и есть суды, везде плюс-минус одинаковые. Ну, либо можешь взять адвоката, адвокаты, сами понимаете, это уже дополнительные расходы и не маленькие, то есть как бы смысл. В общем, этот билдинг, они сказали, что у них есть 80% и цена достаточно приемлемая. 2 650 за 2 бедрума, они просят это со скидкой 80%, ну, как бы, точнее, 80% платите вы, грубо говоря, да, а 20% платит государство, уже оплатило за вас давно, когда было финансирование. В принципе, неплохо, да, но там, конечно, куча документов надо, и пройти по определённому доходу. Опять же, если на следующий год, когда у вас будет реню вашего лица, то есть обновление вашего договора аренды, если вы будете продолжать жить там, если вы вдруг по доходам снова не пройдёте, или программа закончится, ещё что-то, вы будете платить 4 тысячи, потому что цена у них полная 3 800, по-моему, насколько я знаю, да, они тоже подняли цену, все подняли цену, и, собственно, вот такая история. Поэтому я знаю, что, ну, можно всё равно, как бы, добиваться своего, пробовать податься и так далее, но для этого, конечно же, нужно, что, не обязательно иметь там грин-карту, нет, это для всех резидентов, которые просто живут там больше года, допустим, в том или ином городе, плюс они требуют, конечно же, какие-то список документов, там и могут, там разные бывают, кто-то только достаточно на выписке банковской, кому-то нужно ваш инком тоже и выписку, кто-то требует и то, и другое, то есть, ну, разные варианты, разные программы, по-разному билдинги себя проявляют, да, в этом, то есть, разные документы запрашивают, поэтому смотрите тоже, если есть такая возможность, в городах есть что-то подобное, пробуйте, ну, старайтесь, да, попробовать попасть, если вы смотрите, что вы по доходу проходите, вам должны, в принципе, предоставить всю информацию, то есть, вы должны знать, в каких пределах вы должны, да, по доходам быть, какой там у вас должен быть месячный доход, чтобы вам одобрили и так далее, то есть, это все нужно спрашивать, бывает, что это у них прям на сайте висит, но бывает, что и нет, вот, поэтому кто-то утаивает вашим эту информацию, кто-то нет, можно также запросить, я, насколько знаю, в сети информацию по вот этой программе, которую, в принципе, она общедоступна, и вам должны выдать документы, ну, где вы увидите, собственно, какие критерии для того, чтобы участвовать, да, и податься на эту программу, вот, там достаточно приемлемые ежегодные доходы, то есть, в принципе, на 80 вот эту оплату, вы 80 платите, 20 государства, можно вполне реально попасть, там не за, ну, то есть, вы не должны быть прям бедными, нет, вот, поэтому, да, вот я надеюсь, что будет кому-то полезно, кто в Америке, да, живет в Штатах, и, возможно, ну, не знают про эту программу, и, возможно, воспользуйтесь, попробуйте, вот, все, спасибо, всем любви, добра, пока-пока.